Что бы ты делаешь, что бы ты ни было делать серьезно, очень трудно. Поэтому если не получаешь удовольствие, если группа, солнца нет, холодно, снимаем в Швейцарии, все думают, ага, Швейцария, там умирать хорошо, жить там невозможно. Когда я увидел человека в 2 часа ночи из окна гостиницы под дождем, который стоял в 2 часа ночи, ни машин, ничего, он стоял под дождем с зонтом и ждал зеленого света, чтобы перейти улицу шириной, вот как от меня до вас. Я понял, что вот тут вот, наверное, это да, а вот жить-то невозможно. Ох, не цените вы европейские ценности, в отличие от вашего брата. Ну, кстати, мой брат тоже, так сказать, во многом переосмыслил, так сказать, многое. А и я, и я многое переосмыслил. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Вот здесь немножко к вопросу о равенстве. Странная вещь происходит всегда, когда и ваши оппоненты, и вы говорите про весь мир, вы имеете в виду на самом деле только европейскую и североамериканскую цивилизации. Потому что, допустим, про те же однополые браки. Восток, Китай с его миллиардом, Индия, где тоже почти миллиард, там этого нет. Но считается, что это мировая тенденция. Мы сориентированы на Запад, и это правильно, или у нас какой-то свой путь? Путин, он же на самом деле сориентирован очень на Германию, он говорит по-немецки, думает по-немецки. Вот вы-то на самом деле славянофил, вам же это должно быть как-то то, что немцу хорошо русскому смерти, и наоборот, как вы себя находите, свое место в этой вилке? Я, во-первых, понимаешь, Путин говорит по-немецки, но я сильно сомневаюсь, что он по-немецки думает. Я имею в виду не слова, а ментально. Но он же западник. А ментально, абсолютно нет. Нет? Абсолютно нет. Убежден, что нет. Я, по сути, 20 с лишним лет после картины Урга, я стал евразийцем. Я написал письмо, докладную записку тогдашнему премьеру Силаева, вернувшись из съемок Урги, я сказал, что будущее, из китайской Монголии, будущее на востоке, там, там. Европа, которая объединяется, понимаешь, 15 стариков, которые объединились, они думают, что будет один молодой. Хороший хоспис, теплый, с теплыми туалетами, с мягкой туалетной бумагой, все вежливы, хорошо кормят, спят, газета, все, променад, терренкур, все есть, кроме здоровой крови молодой. Который, понимаешь, как Европа сейчас будет наказана? Суть невероятная, они даже не понимают, как. Когда приходят молодые люди, когда Европу сейчас заполнят молодые люди из чужой другой цивилизации, которые не очень долго будут ждать 40 евро в день, они отлежатся, отоспятся, побреются или, наоборот, и, ковыряя спичкой в зубах, поглядев, скажут, а вы, собственно, кто здесь такие? Пойми, это же глобальная проблема. Где начинаются войны? Там, где молодое поколение начинает превышать в количестве поколения старой. Оно бурлит. Оно не может, так сказать, удерживать себя. Из этого начинаются катаклизмы, войны, междоусобиц и так далее. Сливание миллионов, которое будет происходить в Европу с Востока, это мало не покажется. Так вы считаете, что дело именно в возрасте, а не в пассионарности ислама? И в возрасте. Огромное значение имеет. Это те самые молодые, в которых существует еще та самая энергия, которая требует... И голод. Конечно. Энергия, которая требует выплеска. Кто-то будет выплескиваться, кто-то выплескивался в Европе в обучение, в библиотеке, в науку, в искусство, в возрожденческое, вот это вся, вся, весь период возрожденческий, да, когда мастерство какое у художника, невероятное совершенно, да, там дюра, ну, посмотрите, да. А эти пришли люди, которые, так сказать, они этого не знают, им это не нужно. Они будут существовать, у них существует мощнейшая пассионарность религиозная, и им этого абсолютно достаточно для того, чтобы считать, что они созданы для того, чтобы построить ту жизнь, которую они хотят, в том месте, где они оказались. И ничего с этим не сделать. КОНЕЦ Важно, о чем говорить. Тут важно, как, опять же, мама говорила, неважно, что, важно с кем. Поэтому я люблю к нему приходить и, так сказать, всегда знаю, что это, по крайней мере, мне будет интересно. А вообще художник, он обязательно должен жить на своей, там, малой родине или в той стране художником, коей он является. Мы знаем, что Горький прекрасно творил на Капре, Кончаловский тоже живет в Италии, Сокуров в Германии. Вот, должна быть связь с землей обязательно или нет? Или человек подобный? Я не знаю, это индивидуально. Ну, вы, допустим, могли бы жить, там, я не знаю, в Мексике, или там, я не знаю, как, ну, как, ну, знаю, как Тодоровский, жить в Калифорнии, а снимать в России. Я? Да. Почему? В чем дефект? В чем вот эта вот, вот эта вот привязанность именно? Мне везде скучно, как раз. Да, скучно, просто. Клянусь, скучно. А у нас весело. Ну, я не знаю, но, знаешь, ты привыкаешь к своим тапочкам, и даже если тебе принесут замечательные, очень красивые тапочки, но тебе неудобно, ты все равно наденешь старый. Потому что тебе в них, мне здесь хорошо, мне интересно ездить пара, мне интересно, мне здесь интересно. В общем, я безобразие вижу, я вижу всех этих врунов и воров, ну, это, но, я говорю, за 10 лет может перемениться все, а за 100 ничего. Они 200 лет такие же были, и такие же были губернаторы, и такие же были чиновники. Это все уже было, и попытка это переделать, так сказать, механическим путем приводит только к тому, что в результате губернатор садится на 8 лет в тюрьму. Для меня Россия, простите, вот так сказать, да, родина, будем так говорить, да, это состояние души. Это не территория и не климат чудовищный. Ну, с состоянием души можно пребывать в географически более благоприятных условиях. Нет, отдыхать, да, день, пять, неделю, да, это, но чтобы, допустим, я пожалел, что я возвращаюсь домой, Эх бы, еще бы, а лучше, а вообще тут бы пожить, а вот это у меня никогда не было. Может быть, я себя в этом убедил, я не знаю, но я ощущаю себя абсолютной частью этого, и я абсолютно везде чужой среди своих. Вот откуда это? Дело не в том, что, так сказать, мне не нравится, раздражает Европа, абсолютно нет. Великий Китай, в который я, первый, вернувшись после съемок Ургии, написал Силаева тогда, что наше место там, что мы должны дружить, точно, я помню эту историю. Это 20 с лишним лет назад. Но все равно, совершенно прав Егор, говоря, что все-таки мы оттуда больше, чем отсюда, но ощущение, когда ты смотришь картину «Еврея по крови Левитана над вечным покоем», в которой нет ничего, кроме любви к тому пейзажу, который он пишет, «Меня возбуждает намного больше, чем что бы то ни было, так сказать. Я тебе больше скажу». Сможешь «Тициан», да? Гид мой, е-мое, как же так можно писать? Там, ну, или «Караваджо». Ну, ты приезжаешь к кому-нибудь в Праду, смотришь там «Босха», и думаешь, господи, какая, как это было, дюра, елки бога. Восхищаюсь, преклоняюсь, снимаю шляпу. Но я нигде там себя не вижу. А в свадовстве майора Федотова или в «Завтраке аристократа» я любой там, я там могу быть кошкой, стаканом, соседом, коммердинером, кем угодно, понимаешь? Я, оно мое, я сразу, а, я запахи эти чувствую. Ну, и Тарас спрашивается, нахрена мне что-то другое, если я чувствую себя там, и мне там хорошо? Зачем мне, ну, говорит, а давайте все-таки попробуем пожить бы где-нибудь в другом месте. Зачем? Я не вижу в этом смысла. Мне много предлагали снимать, скажем, в Америке и так далее. Есть то, что я снимал, скажем, с западными партнерами. Все равно это было, даже если это очень черное и морчало настроение, все равно это было, так сказать, мотивы Чехова. Мне много предлагали снимать, их прекрасные контракты были, предложения были. И заманчив, и, конечно, соблазн был. Но как то, вот, вот, слушай, мама гениально говорила, гениально. Если тебе что-то катится в руки, очень выгодное и желаемое, и тебе нужно только протянуть руку и взять, подумай, сколько бы человек из десяти от этого бы не отказалось. Если больше пяти, откажись. Я подумал, сколько человек не отказалось бы принять этот контракт с Голливудом из моих коллег. Я подумал, больше пяти не наберется, не отказались. Думаю, даже меньше. Поэтому я отказываюсь. Потому что я знаю, что только в узких вратах там правда. Когда так, э-э-э. КОНЕЦ